Совсем рядом с областным центром и в то же время на лоне природы. Не случайно это место на берегу реки Каргалки в окружении вековых дубов стало излюбленным для жителей хутора Степановского. Именно здесь из года в год проходит день поселка. Времена меняются, поколения сменяют друг друга, но место встречи остается постоянным. Наверное, только в этот уникальный день можно встретить сразу несколько поколений хуторян вместе. Ведь по традиции сюда приходят целыми семьями. Те, на чьих глазах развивался поселок, ведут сегодня за руку своих внуков и правнуков. Им еще только предстоит открыть новую страницу в истории поселения. На глазах Ольги Пишновой выросло не одно молодое поколение. Больше 40 лет она проработала преподавателем в местном колледже. А вот сегодня с историей села знакомят внучку. Я пришла с бабушкой. Бабушка у меня учителя, она много лет проработала. Мы здесь прожили долгую жизнь. И мама была педагог, и я педагог. И хотим, чтобы дети тоже передавали по наследству наше педагогическое творчество. Хутор Степановский, родимая земля, здесь цветет сирени, зеленеют топоря. Больше двух столетий назад в этом живописном уголке природы свою усадьбу обосновал царский генерал Кирилл Степанов. Это было загородное имение со спуском к реке, паромам и службами. В честь знаменитого основателя хутор и получил имя Степановский. Сейчас здесь проживает больше двух тысяч человек. И с каждым годом большая семья хуторян пополняется. Только с января 2015 года здесь уже родилось 15 малышей. 9 сентября мы будем открывать спортивную площадку. То есть у нас село двигается, мы немножко растем. Работает у нас фаб, школа, детский садик. Сейчас мы готовим парк, но в этом году мы не успеем в центре села. На следующий год будет открытие парка. Хутор живет, продолжает жить и будет жить. И будет процветать. Наша гречка с глазом, для гостей нашего брата. Гостей встречают хлебосольно, к землякам всегда открыты душой. Потому и на дне села здесь ароматные угощения и веселые песни, разудалые танцы и спортивные игры. Как очередное доказательство объединяет хуторян не то, что живут в одном селе, а то, что живут одной семьей. Анна Втюрина, Игорь Бероев, Новости дня.